Как сказать молодому человеку, что хочу закончить отношения? Что хочу закончить отношения, присутствует страх и чувство вины. Вы считаете, что ваш молодой человек не в курсе, что вы хотите закончить отношения? Я думаю, что вы сами себя обманываете. Другой вопрос, опять с другой стороны смотрим. Значит, он что-то делает для вас так, как-то? Что вы эти отношения по какой-то причине закончить не можете. Потому что страх остаться одной, или это как-то привычно, или на всякий случай, или еще что-то. Вот эта внутренняя какая-то программка выгоды в вас превалирует или в большей степени резонирует внутри. Сказать, да просто сказать, зачем же его обманывать-то? Ну, не готовы. Вы как-то видите по-другому. Не оскорбление, не унижение, не обесценка, не «ты не оправдал мои ожидания». Нет, не так. А по-хорошему давай поговорим. Мы разучились разговаривать. Мы не можем объяснить то или иное свое поведение. Мы или сбегаем, или прячемся, или вообще падаем в коматозе, и на нас напал ступак, как на тех горных козлах. Упал, все, ноги кверху, не трогать. Если вы когда-то сказали «да» и пошли в эти отношения, вы как-то же это аргументировали. Вот это и называется «настоящее, это всегда из прошлого». И как только вы вспомните честно, все равно никто не узнает, но тем не менее, что сподвигло вас на такой подвиг, то, скорее всего, вам очень просто будет сказать, что «прости меня, пожалуйста», или наоборот «спасибо тебе огромное». Но это будет сказано так от души, так достойно, что вы просто останетесь в хороших отношениях и иногда будете друг друга поздравлять с Новым годом. А если мужчина, которого вы выбрали, молодого человека, для чего-то вам был нужен, то сначала вам станет очень стыдно. Потом вас начнет немножко внутренне выгибать. Но нужно будет с этим справиться, и тогда нужно попросить прощения. Прощения не в плане унизиться, а в плане том, что вы признали свою ошибку или какие-то там свои скрытые тайны, выгоды или еще что-то. И признаться в том, что я не хочу тебя больше обманывать. По крайней мере, у него по отношению к вам не будет обид и разочарований. И это очень важно. Вот честно учитесь разговаривать, потому что мы никогда никуда не заходим, ни с кем не начинаем каких-то отношений, не приходим устраиваться на работу, да вообще никогда ничего не начинаем без причины. Другой вопрос, как мы тщательно ее прячем внутри себя и потом красивую обертку заворачиваем, и за счет, ну вот это так. А если честно, то все банально просто. Могу-не могу, хочу-не хочу, получится-не получится. А может за себя, а может как-то она, а может как-то он, а я пока. В общем, много там всяких нюансов. Но учитесь потихонечку видеть настоящие вот те причины, как решение. Ту выгоду или наоборот, ту хотела от мамы, вот он взял, я пошла. Много всего имеет место быть. Но это программки из прошлого, которые как, знаете, этика внутренней разрешительной базы позволяет нам совершать те или иные хорошие или не очень поступки. И вот как только вы чуть-чуть в себе вот так разберетесь, то тогда даже с теми людьми, с которыми мы были в тех или иных отношениях, с пониманием их поступков и собственных, вы не будете иметь врагов. Вы будете встречать, ну или перейдете на другую улицу, потому что потому не хотелось бы, да. Или все-таки пройдете и кивнете головой, но не будете себя разрушать. Вот это я всегда пытаюсь одно и то же вам. Не надо себя разрушать. Разрешать нужно конфликты, разрешать нужно ситуации. А себя разрушать не нужно. Нужно проговаривать, нужно выяснять, нужно прояснять, нужно объяснять. Потому что каждый из нас очень просто на слово «дерево» достает образ из памяти. И у кого-то это береза, у кого-то это дуб, а у кого-то это голубая ель. И береза, дуб и ель между собой, если мы это не назовем, и картиночки не посмотрим, и не проговорим, никогда не смогут договориться между собой. Ну никогда. Это разные языки, хотя объединяет их одно слово, но внутренний, как вид, как свойство, как качество, как среда обитания, как авторитарное воздействие среда, авторитета, как вообще ментальность, как образ жизни, из которого человек вышел, собрав эту всю улицу, детский садик, системы образования. Это всё вместе и называется дерево, условно, образ, который в нашей голове, в нашем бессознательном нас и толкает на хорошие или не очень поступки. Так что вот первое, почему вам стыдно сказать, если вы понимаете, или не хочется, или неудобно, если человек, на ваш взгляд, как-то или поступает, или ведёт себя не так, как для вас это приемлемо, или хотелось бы, значит, сначала это нужно проговорить. Мне непонятны твои поступки, мне непонятны твои слова, мне непонятны твои намёки, у меня закрадываются достаточно серьёзные подозрения, я хотела бы их прояснить. И вы обязательно услышите обратную связь. И если этой обратной связи нет, вы имеете полное право, ну, это не случившееся выполнение взятых на себя обязательных. Значит, каждый из вас думал о своём, кто-то о ёлке, а кто-то о дубе. Ну, тогда и вы имеете право, если не получили объяснение, снять с себя все ограничения и все обязательства. И не надо этого бояться. Мы все ошибаемся, это нормально, на ошибках мы учимся. И тогда опять это станет как структурка, на которую вы будете опираться, видя модель поведения, и понимая, что вот сейчас это так, а потом это будет вот это. Надо? Не надо. Спасибо огромное. Но при том, при сём вы не будете тратить время ни того человека, ни своё время. И вот так обучаясь, понимая, что происходит, ну, из многообразия можно сделать очень достойный, очень хороший выбор. При том, при сём не разрушая себя, относясь к себе бережно, к своему внутреннему миру, и с пониманием, что кое-что надо бы доработать. Ну, жизнь, она должна приносить удовольствие на трёх этажах. Телесная, эмоциональная и духовная, как информация, переводящаяся в Знание. Но тогда не нужно будет ничего большего, как в этой жизни преобразовать собственное прошлое, ну и о том, что вы получили, на том, что вы получили на новом фундаменте, на конкретном, на хорошем, на достойном, и строить своё каждый день будущее. А всё остальное – это искусственно созданная вокруг нас иллюзия, которая вводит нас в коматозное или гипнотическое состояние. Ну, это уже философия. Спасибо.